У женщин, прошу прощения, сразу. За мной придут инкогнито, молча, И будут прятать лица в капюшоны, И запах смерти, терпки как моча, Вплывет в осенний сумрак отрешенный. За мной придут, когда-нибудь за мной придут, За мной придут когда-нибудь, не осенью, так летом, Не летом, так весной или зимой, Я разницы не вижу, то есть в этом. За мной придут, не примут ни обид, Ни жалоб, ни раскаяния, ни ижи, Под утро, в полдень, вечером, в обед, Я в этом тоже разницы не вижу. Так вот, за мной придут когда-нибудь, Пойдут в подъезд, вступая аккуратно, Чтоб увести меня в последний путь, Без права возвращения обратно, И в тот момент за мной придут, когда Звезда сорвется с неба, угасая, Листвы шумя начнется чехарда, Обрушится дождя, стена косая, Задует ветер, взявшийся невесть, Откуда вдруг и зазвучит все явней Окрестных крыш, грохочущая жесть, И треск ветвей, и ляск оконных ставней, И застекольный станет мир темней, Невидимый за ливневой стеною, Лишь промельк птиц, вернее их теней, Штудирующих небо надо мною, Когда за мной придут, как за врагом, В пределы неродные приглашая, Почти артиллерийский грянет гром, Окрестный воздух взрывом оглушая, Как за мной придут без бритвы, без ножа, Но с тем, что хуже и ножа, и бритвы, Как тот шаман по комнате кружа, Я буду ждать неравной этой битвы, Когда-нибудь наступит этот час, И вот тогда, в тот самый миг, С размаху в стальную дверь настойчиво стучать, За мной придут, но я пошу их, нахуй. Нечаянной жизни глотая сурьму, Бетховеном ум осеняя, Не спишь, слабосердый, как узник тюрьму, Пространство собой населяя, Веснуется осень, листву теребя, И некому, некому вырвать тебя Из ливневых рук октября. Нездешняя горечь скользит понутру, И музыки звук неизвестный, Созвездия моргают, когда поутру Рассветного неба из бездны, И ум головы полыхает извлечь, Души ненаветной истону Сиречь ангинного голоса речь. Луны догорает щербатый желток, Пока ты вбираешь не гордо, Нечаянной жизни чрезмерный глоток, Как яд, обжигающий горло. А на близоруком, неплотном свету, У утра во ртуть поднимается рту, И виден ландшафт за версту. Летят облака грозовым косяком, Под ветрах обзовое пение, А ты на паркете стоишь босиком, Молчать не находишь терпения, О гибельной боли в горячей груди, Унять ее голову, как ни труди, И небытии впереди. Дыши у открытого настежь о том, Как воздух внимательный солон, В который лица шевелящимся ртом Ты слово бормочешь за словом. И раб словаря, алфавита батрак, Глядишь на безумие птичьих в атак, Кроша незаконный табак. Поскольку ни стопочки жахнут, Нельзя ж за риском душевного бунта, Штрихуют стрижи за оконный пейзаж, Ни кем нарисованный бунта. Возможно, и ты для кого-то вполне, Не больше, чем стриж незнакомый в окне, Летишь с головой в огне. А есть посильнее, когда сарказм, Юмор уходит. И в этой связи, Как в отношении творчества Быкова? Дмитрия Быкова. Я очень хорошо отношусь к творчеству. В этом плане он лидер, да? Мне кажется, понятия лидер в поэзии нет. Если говорить о современных, Кто мне ближе всего? Ну, как можно сказать лидер? Бах или Моцер? У него мощный. Мощный сарказм, мощный юмор. Ну, вы говорите о юмористических вещах. Я говорю о гражданином поэзии. То, что в новой газете пишет. Я что-то подобное вроде в газете «Время» писал. Это немножко другое. У него серьезные стихи другие совсем. Я знаю. Вот. И он крепкий, очень крутой поэт. Мне он очень нравится. Но если говорить о поэтике, То Саша Кабанов мне ближе. Александр Кабанов, киевский поэт. Я считаю, что если уж говорить лучше, То, наверное, Кабанов. А у нас есть то, что есть? У меня есть то, что есть. То есть я не могу писать так, Что если у кого-то что-то есть, У меня тоже должно быть это. Я пишу то, что внутри меня. Я знаю Дмитрия Быкова. Он считает меня вторичным посредством поэтом. Но я не готов его ругать в ответ. Я бы более низко ругал. У каждого своего мира. И вы как писал. У меня немножко в своярстве. Например, то же самое с Арканцем. Ухотом. Но как бы это было и прошло. Потому что... То есть можно на просьбе зарабатывать, да? То есть я стою не обязан. Узнал о том, что я начинал день. Я поторопился каждый год. Я не стал следом. И, значит, там видят только пусту смерти. Ну, чаще всего. Пусть большое видится на расстоянии. Не тебя сказали, что это гора. Глядя на лужай. На Джей Лео. Надо отойти и увидеть. Где я. Позорные. Если можно, я почитаю. Потом еще поговорим. Можно один вопрос, пока вы не начали читать. Смотрите. Поэзия, на мой взгляд. Поэзией в основном мужчины занимаются, да? Но есть еще женская поэзия. Но это отдельный вопрос. Я думаю, что это сублимация. Какой-то внутренней, допустим, сексуальной энергии. Или какой-то другой. Что вы сублимируете? Скажите честно. Поэт был утомлен в собственной сексуальности. Я не знаю. Мне кажется, дедушка проект молодец. Он многое продвинул в психоанализе. Но мне кажется, все связано с этим не стоит. Хочу, я вам лучше анекдот расскажу. Прежде чем читать? Давайте. Проявление. Я расскажу анекдот. Я думаю, что это, конечно, помасштабнее немножко. В плане дарования древесины. Что-то интересное, речь к ней не на древесинскую. Мне кажется, что вам сейчас это... Чистично да. Эпоха сейчас застоя, да? Чистично да. Возможно ли? Или не станут? Мне кажется, у нас сейчас эпоха не застоя. Мы все-таки у нас эпоха отстоя. Продолжение следует...